Наш генерал, докладываю. Через несколько минут будет готово кино. Отбой! Владик! Оля, дай этим термозом. Владушка, иди сюда. Короче, видно, мы скачали Олю, просим. Открывай, пожалуйста. Тысячелетняя история Борщина. Вы же просто друху налевали? Нет, на самом деле. Мам, у тебя помочь Владу залезу? А где ее сняли? Его сняли. Нет. Мы делали ложку. А что ты хочешь? Вот сколько еще. Ну чем? Оля, надо отрывать. Ну чем, мы делали ложку, чем? Мы должны не нашли. Ира, откуда воду налевать на чай? Вот это, да, да. Прямо, вот она стоит. Нет, тут ложка. Сочи, нет. Ой, пойдай. Что? Что? Тысячелетний, что палатку туда приходит. Я очень спешил. Капит. Тысячелетний. 1619-й, это битва с этими, со шведами. Для поляков это начался год разгрома. Вот они 1619, их понесло, и 1683, они проиграли все битвы со шведом, и после этого их, конечно, русские, австрийцы и пруссы разделили. У них вот с этого года пошел упадок полный. Они дальше не восстановились, их потом разобрали уже. Они после этого никогда не восстанавливались. Вот он, разделение Польши. Как нечто ваше? Что за год стоит? Ну, это показывает Польша, как в рабстве остается, потому что их там разделили, одни служили немцам, вторые русским. 800-й год, это уже пошла эпоха Наполеона, когда у них возрождение, вот этот гимн пошел, мазурка, восстановление. В 830-е, там у них собирались создать, наполеонский пришел, собирался создать конституцию, но потом пришел русский император и, короче, запретил им это создать. 53-й год, я не вижу простых водок. Сейчас, 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 поездовки. Поездовки. На слух приходит. Какой год? 18-й? 18-й. Ну, это ж Польша, когда получила независимость. Здесь 1920-й, там великая битва с Советом, ой, с Советским Советом. Чудо надвислое, когда они первый раз заиграли в большевиков. 1922-й, там вот как раз левят руку ушло, пошло. Большой рекорд. 1922-й год. 1925-й, первая, немцы, 1725-й, по свенцам и так далее. Там их очень много. Майданок, Треблинка, 1940-й год, то же самое, та же битва продолжается, все то же самое. Все те же битвы. 1944-й год, это обосстание варшавское. Они там боролись вообще, как могли, за Варшаву. Последние, которые были там, считается, у них героическое. У них везде памятники по Варшаве стоят. Потому что погибло очень много. Очень много человек погибло. Последние боролись, последние кто были, да. Вот 45-й конец. Типа перестройка Варшавы. Но под руководством Сталина уже они попали просто под влияние Советского Союза. Вот. 78-й, это начинаются первые страйки, вот эти бойкости. Восстание, я же тебе говорил. Восстание шахтеров. Тебе ж поляк наука говорит. Короче, да, шахтеры, потом все эти прибалты стали восставать. Так выглядит Варшава. Практически. Нет, не так. Нет, не так. Варшава выглядит красивее, поверьте моим словам. Да, намного красивее. А, в 2004 год вошли в Европейский Союз. Так, похлопали актерам. И до свидания. Тяжело. Как и приятно.